Это уникальные кадры, на которых Сергея Трифонова, больше известного в интернете как Морж, можно увидеть в одежде. Но, как говорится, недолго музыка играла, не прошло и десяти минут, как горячая кровь берет вверх, и на мужчине остаются лишь плавки. А в руках появляется бензопила, с помощью которой он быстро вырезает прорубь, ловкость рук и никакого мошенничества. Сергей Трифонов – блогер-миллионник, который обрел популярность в интернете меньше, чем за год, снимая смешные видео о закаливании. От одного взгляда на Моржа по коже пробегают мурашки, а сам ныряльщик чувствует себя отлично. Сейчас, говорит, в Самаре жарковато. Когда вылезаешь из воды, температура тела резко подскакивает до 40,3 градуса на 20 секунд, и потом резко падает до 35. Погибают все вирусы. Сергей ныряет в холодную воду с детства, купался в ледяных источниках в Ташкенте, Красноярске. Мужчина закаляет характер всю жизнь, не только с помощью водных процедур, но и в армии. Службе в вооруженных силах России он отдал больше 20 лет, а уйдя в отставку, стал снимать научно-популярные ролики. Но аудиторию они не зацепили. Тогда офицер решил добавить огня, а точнее льда в свои видео. Так и родился прогремевший на весь виртуальный мир Серж Морж. Его видео запрашивают иностранные медиа из Испании, Англии, США. Но Сергею не нужен берег турецкий. Он болеет за Россию. Заинтересованность в том, чтобы люди закалялись, есть во всем мире, и это будет. Потому что закалка – это здоровье, прежде всего. Это закаляет иммунитет человека. Человек не боится болезней. Вот здесь вот в голове, что холодно – это плохо. А холод на самом деле наш друг. Я был в армии, когда через меня прошло около ста человек новобранцев молодых. У меня ни один в санчасти зимой не лежал с какими-то ОРВИ. Ни один. Потому что у меня все мыли ноги холодной водой, вытирали насухо два раза в день. Welcome to Russia! Вдохновившись примером Сергея, мы тоже решили немного порыбачить. По щучьему велению, по моему хотению, как там было в сказке. Ну а что, если уж настоящую семгу получилось достать из Волжской воды, то почему бы не попробовать испытать удачу и не поймать волшебную рыбешку? Нет, к таким испытаниям я пока точно не готова. В целом закаливание – это полезное дело, говорят эксперты. Но нужно учитывать состояние своего здоровья. И прежде чем начать погружаться, проконсультироваться со специалистами. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как в любое мероприятие медицинское, у всего есть свои показания и свои противопоказания. Для кого-то закаливание – это благо, для кого-то закаливание – это опасно. Для кого благо? Для тех, кто имеет здоровые сосуды, люди, которые начали заниматься закаливанием в молодом возрасте. Для людей, у которых есть проблемы с сосудом, в частности атеросклероз, поражение сосудов сердца, поражение сосудов головного мозга, нижних конечностей, это может нанести определенный вред. Резкий спад температуры тела для людей с этими заболеваниями опасен спазмом сосудов, что может привести к инфаркту. Это не значит, что закаливание им противопоказано вовсе. Просто нужно проконсультироваться с врачом и начать, например, с контрастного душа. Даже здоровому человеку специалисты советуют начинать подготовку организма к погружению в прорубь минимум за полгода. Мария Левина, Николай Епифанов, Михаил Матвейшин. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok